Мы с вами изучаем предисловие книги «По ним Мейрот и Мазбирот» Бааль Сулама. Мы пришли к десятому пункту. Подошли. Я почитаю. Посмотри же на речи из уст мудрого Раби Авраама ибн Эзры в его книге «Основа страха» Ясуд Мура. И я приведу здесь целиком его слова. А сейчас обрати своё внимание и узнай, что все заповеди, написанные в Торе, или принятые и установленные праотцами, несмотря на то, что большая их часть в действии или в произнесении устами, все они направлены на исправление сердца. Ибо все сердца испытывает Творец и всякое стремление мыслей понимает. Мы можем видеть в людях, которые изучают Тору, насколько они все хотят исполнять какие-то действия на практике, руками, в разных действиях. Дом их другой, чем у обычных людей, подход их к жизни. Полны, полны разных специальных действий. И здесь мы видим, что это иначе, что все заповеди, то есть всё, что мы должны делать в нашей жизни, это только исправлять сердце, а не производить действия внешне. Да, пожалуйста. Продолжим? Да. Или ещё раз прощите? Ещё раз. Десятый пункт предисловия книги Панимирота Мазбиро. Посмотри же на речи из уст мудрого раба Авраама ибн-Изрыв в его книге «Основа страха». Он говорит следующее. А сейчас обрати своё внимание и знай, что все заповеди, написанные в Торе или принятые и установленные праотцами, несмотря на то, что большая их часть в действии или в произнесении устами, все они на исправление сердца. Ибо все сердца испытывает Творец, и всякое стремление мыслей понимает. И написано и для прямых сердцем. И обратно этому сердце, кующее, злые замыслы и так далее. И я нашёл одно из речений, включающее в себя все заповеди, и это Творца Всесильного своего бойся и Ему служи. И вот слово «бойся» включает в себя все запретительные заповеди, как в произнесении устами, так и в сердце, так и в действии. И это первая ступень, с которой человек поднимется к работе Творца, а она включает в себя все исполнительные заповеди. И они приучат сердце и укажут ему, пока не прилепится к драгоценному Творцу, ибо для этого и создан человек. Ведь он не создан, чтобы копить богатство или строить дома и так далее. И потому он должен просить обо всём, что заставит его любить изучение мудрости и искать веры. А Творец раскроет очи его и сердце его и вдохнёт в него другой дух. И тогда станет он при жизни любим Создателем Своим. Знай, что Тора была дана лишь людям сердца, ибо слова подобны мёртвым телам, а интонации там им, как души. И если не поймёт интонации, весь труд его напрасен, и трудился он на ветер. Подобно утруждающим о себе счётом страниц и слов о медицинской книге, ведь последствием такого усилия он не сможет вылечить болезнь. И подобно верблюду, несущему шёлк, где как он не помогает шёлку, так и шёлк не помогает ему. Здесь кончается цитата, которая приведена тут слово в слово. Да, Киев, пожалуйста. как красиво вообще тут он пишет, прям очень лирически такие слова. И вот тут много есть таких поворотов. Вот что значит прилепиться к драгоценному творцу, и что значит, что он станет при жизни любим создателем своим? что если человек будет производить действия, которые Тора предписывает или рекомендует делать, то есть, чтобы он исправил себя, этим он приблизится к творцу, и будут между собой взаимные отдачи, то, что надо, что любят друг друга. Вот еще тут есть что это такое, здесь вот он имеет ввиду вот эти интонации, но может это такой перевод ТАМИМ интонации? ЛОЙ ВАНТИ Не понял. Ну тут по тексту вот он пишет ТАМИМ интонации как души. А, нет, ТАМИМ это это не просто интонации. Нет, ТАМИМ это урод не уходи. Это света особые, которые опускаются внутрь исправленных Килим. Петахтика 35. Большое спасибо, Рауф. Так что значит понять эти ТАМИМ? Подготовить себя в правильном виде связи с товарищами, пока Высший Свет не сможет отдавать между вами. Вот и всё. И нечего добавить. И всё остальное вы должны постичь из работы между вами в молитве. ТАМИМ? И ТАМИМ 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 Если все заповеди не для того, чтобы исправить сердце, почему же это должно выражаться в действии или произнесении устами? что мы можем делать, мы не можем напрямую прийти к сердцу. Поэтому, если мы сидим, едим, поём, обнимаемся с нашими товарищами, если мы учимся вместе, как раз не каждый в отрыве от другого, если мы можем передавать друг другу что-то, насколько мы стремимся к исправлению, из всех этих вещей мы приходим к объединению между нами и вообще всё исправление в объединении. Разбитая клея не требует ничего, кроме объединения. А в мире объединения мы представляем наше желание исправиться. Что является источником путаницы, когда он говорит настолько, что они не являются необходимыми, как в случае с верблёдом или просто так, сухие листы? Это говорится о человеке, который делает это из привычки, действия, которым обучили его в детстве и продолжает это всю жизнь без понимания внутренней стороны. И так он делает. Это называется, что как верблюд, который ничего не делает шёлку, кроме как тащит его. Также здесь мы в нашем мире есть множество обычаев в мире, которые якобы производят исправление человеку, душе, миру. Мы должны понимать, что мир ведёт себя как обычно, никак это не действует на мир, а только сближение сердец людей. Как он пишет, от всех сердец он требует, чтобы все были как одно сердце. Так можно и действия и произнесение устами. Насколько они помогут тебе сблизить сердца? мы должны производить все действия, но в таком виде, чтобы мы проверяли их, тщательно делали бы это, насколько они помогают соединять сердца. И есть такие, которые да, которые нет. И, к нашему сожалению, в нашем мире мы видим, что есть очень много методик, которые говорят об объединении, говорят о любви и в то время, как на практике, когда они приходят, они просто действуют разрушительно и для отдаления и для разбиения. А скажем, в практическом виде есть те, кто чувствует, что определенные действия пробуждают сердце, а есть такие, у которых не пробуждают те же действия в той же десятке? А как же знать? Да, потому что мы в десятке тоже разные люди и должны восполнять друг друга. Хесед, гурати, ферет, нецаход, исот, малхут, ты понимаешь, насколько это отличается у каждого? И только в таком виде, когда ты приводишь их к восполнению и показываешь им, что есть кетер и есть малхут, и мы должны быть соединяющими малхут и кетер и кетер с малхут, что это наша цель, и ничего внутри, то, что есть в теле парцов, неважно, мы отменяемся перед тем, чтобы соединить кетер с малхут. Тогда в таком виде наша работа это святая работа. так что делать в десятке, когда то же самое действие, неважно, что какая-то встреча или песня или трапеза или учёба, неважно. Когда у одного это пробуждает сердце, тоже физическое действие, а у другого не пробуждает сердце, а наоборот вызывает отторжение. Вроде он находится в состоянии, когда вы должны взять только его желание и работать над его желанием. Ваше желание отдавать и объединяться, а его желание быть, как он есть. Сейчас творец так устраивает между вами состояние. тогда и как основной принцип действия нужны для того, чтобы пробудить сердце. Верно, верно, да. И поэтому мы так стараемся делать. Спасибо. Латинская Америка один. Добрый день, Раф. Вопрос, потому что написано, человек должен искать всё, что поставит его, чтобы он любил Творца, просить веру. Можем ли просить любовь веры только для себя или для товарищей тоже? за десятку. За десятку. Об этом написано, что нельзя человеку отдаляться от общества, что этим он как раз разрушает и не строит. Понятно? хадер хадер один. Я смотрю на реальность вокруг меня, я вижу, что действия как раз отличают нас рука от друга, вместо того, чтобы приводить к взаимовключению. Как нам преодолевать это явление разделения и всё-таки прийти к взаимовключению? с отдалением нам нужно понять, что это приходит свыше от Творца, что Творца приходит всё больше и больше желания получать и раскрываем его в мире, в какой мы можем преодолеть его и объединиться над ним, раскрывая Творец. А если мы не преодолеваем и не объединяемся, так есть здесь ссора, война, отдаление и так далее. Так это как в группе, так и во всём мире происходит. Нью-Йорк один. Спасибо, Раф. Доброе утро, мировое сердце. Вопрос. Две вещи принимаются. Первое сокращение а второе не отдаление. Вот как разобраться и что должно произойти? Только объединение. Если ты стремишься только к объединению в желании или через силу против желания, неважно, но только в твоем стремлении к объединению ты сможешь различить, раскрыть, понять, в каком состоянии ты находишься. Хорошо? Хайфа 3. Он разделяет тут исправление, которое называется запретительные заповеди, это первая ступень, и исполнительные заповеди. Как это различие выражается в нас внутренне? Начни делать, и ты увидишь, что ты делишь действия объединения, стремления к объединению на две части? 5.25. Есть обычаи, которые нам стоит исполнять, которые помогают нам, есть, которые нет. Прежде всего, объединение между нами, это всё, всё остальное оставь. 5.19. Доброе утро, товарищи. Тут есть два очень интересных абзаца. Знай, что Тора была только людям сердца. Кто это за люди сердца? Что он говорит? Люди сердца — это те, кто могут управлять своим сердцем, правильно направлять его. Они называются людьми сердца, которые направляют свои сердца на ради отдачи. Тогда их сердце в таком случае наполняется высшим светом, который называется Торой. Что это за люди сердца, те, кто только учат науку Бала? Те, кто умеют так делать, они называются людьми сердца. Он говорит, что я нашёл один отрывок, который включает в себя все заповеди Творца своего бойся, ему служи. Что это значит? Что кроме этого тебе ничего не нужно, в конечном счёте бойся Творца Всесильного своего, ему служи, когда прежде всего ты выстраиваешь кли согласно страху, а затем согласно отдаче. Спасибо. Хадер Один. Раф, как обычно есть вещи, которые очень путают, допустим, исполнительные заповеди и запретительные заповеди. Для религиозного человека это одно понимание, тот, кто ничего не понимает, это иначе. Можно сказать в простоте, что исполнительные заповеди это заповеди, ведущие к объединению, а запретительные, которые идут к разделению? Верно. Верно. Мы, по всей видимости, переходим к следующей части. Да. И здесь у нас еще много. Ну, перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части.